Здравствуйте! У нас сейчас, кроме прочих, еще и информационная война. Что это за штука, понятно, не совсем. Раз есть война, должны быть и жертвы. Какие от информации жертвы? Не переживания же по поводу. Сейчас я попытаюсь на примере показать, как из инфовойны получаются вполне ощутимые издержки. Недавно проскользнуло сообщение о том, что у украинского президента Зеленского был геройский дед. Толковый и отважный воин, командир минометного взвода, награжденный несколькими боевыми орденами. Зеленский чтит память своего деда, бывает на его могиле. Казалось бы, ну и что? Известие вполне рядовое, семейное. Нормальное, правильное поведение внука. У многих из нас такие предки. Да, собственно, ничего, кроме одной приписки. Сведения о Зеленском деде рассекретило ФСБ. Это несмотря на то, что эти самые сведения в изобилии гуляют по интернету. А эти, видишь, ты рассекретили. Этого человека зовут Александр Мосякин. Он написал несколько книжек о Третьем рейхе, и в том числе об экономической модели хозяйствования Третьего рейха. Послушайте, что он говорит. В 30-е годы Германия пережила экономическое чудо. Ее называют чудом Гитлера. На самом деле это было чудо Ялмарта-Шахта. Когда Гитлер пошел к власти, он его назначил главой Рейсбанка и министром экономики поставил. Но он ему сделал условия поставил. Ты должен подготовить Германию к войне. Но при этом нужно было повышать уровень жизни немецкого населения. А уровень жизни к 32-му году был ужасающий. Десятки тысяч, ну 30 тысяч самоубийств. Нечего было есть. Безработица страшная. Там 40% трудоспособного населения не могли работать. Почему, собственно, Гитлер получил такую поддержку? Что он, ну, обещал, обещал, но обещал дело, надо сказать. Это важная задача. Если у тебя население не будет поддерживать, как ты войну развяжешь? Тебе нужна социальная база под тобой. И как же Шахт решил эту задачу? Он сделал гениальный маневр. Он разделил народное хозяйство Германии на две совершенно независимых области. Обычная экономика и военная экономика. Обычная экономика финансировалась Рейхсмарками. А военная экономика, особыми векселями МЕФО, он создал фирму подставную, через которую финансировался весь военный промышленный комплекс Германии. Там Рейхсмарок вообще не было. Все расчеты между поставщиками и смежниками, все шло в векселях МЕФО. То есть шел гигантский финансовый оборот ценных бумаг, за счет которых финансировалась вся военная промышленность. Он позволил развиваться военной экономике Германии совершенно независимо от народного хозяйства. А уровень жизни населения поднялся в 2,2 раза. У рабочих немецких была поговорка в конце 30-х годов, при Гитлере голодать запрещено. Все, что он говорит, все есть в наших архивах, но они закрыты. Мосякин пользовался иностранными источниками. Теперь о том, о чем он собственно говорит. Векселя – это расписки с обязательством заплатить без всяких условий. Умри, но заплати. Для того, чтобы вексельная система работала, требуется тот, кто в случае чего вытащит из векселя держателя, автора расписки, платеж, который тот ранее обещал сделать, хотя бы даже вместе с его бессмертной душой. Должен быть орган, который занимается процедурой взыскания платежей, что-то вроде современного нам, извините, коллектора. Все вместе это называется учетом векселей. Поскольку мы говорим об опыте целого государства, его коллектор должен работать не с целью вырвать кусок из чьей-то глотки, а с целью обеспечения работоспособности военной промышленности. Это значит, что коллектор знает, что поставщики должны поставить покупателю и по какой цене, и в какие сроки. Векселя должны быть зарегистрированы у коллектора заранее. И тогда финансовая машинка работает без всякого золота. У Гитлера и шахта была плановая военная экономика, действовавшая параллельно обычной рыночной экономике с деньгами, совершенно независимыми от золота. Зарплату рабочим, правда, платили обычными рексмарками, но их доля в издержках была не больше 30%. На момент прихода Гитлера к власти золотой запас Германии был всего-то 15 тонн. В 1938 году, накануне аншлюза Австрии, золотой запас Германии составлял 15 тонн. Когда шахт пришел к Гитлеру, говорит, что вы делаете, у нас всего золота, ничего нет, нас же обдерут как липку. Он ему сказал, если мы войну выиграем, никто с нас спрашивать не будет, а проиграем, не нам расплачиваться. Как вы понимаете, практический опыт гитлеровской Германии доказал необязательность присутствия золота в хозяйственном механизме. Враг хороший учитель и не пользовался его наукой преступлений перед своим народом. А у нас это секретно. Кто мне возьмется доказать, что это не прием инфовойны? Вопрос, а можно ли все денежное хозяйство перевести на векселя? Внутри страны, безусловно, можно, если понимать, как искомпенсировать внешние сдерживающие обстоятельства. Вот это самое понимание, как, уже готовое и опробованное, лежит в наших архивах Великой Отечественной, под надежной охраной доблестных ФСБшников в штанах с широкими лампасами, под патронажем самого президента. Некоторое историческое отступление. Первый в истории Центробанк, Банк Англии, издание 1688 года, в качестве платежного средства использовал именно векселя. Правда, для того, чтобы в Англии расплачивались только векселями, Банку Англии понадобилось 150 лет конкурентной борьбы. У гитлеровской Германии были три фундаментальные сдерживающие обстоятельства. Это внешний долг в 30% от валового внутреннего продукта. Это немного. Недостаток стратегического сырья и дефицит валюты для его закупки. Примеряем ситуацию на нашу Россию. У нас тоже небольшой внешний долг. А, кстати, откуда он вообще взялся, если мы вывозим драгоценное сырье и не вывозим плату за него? У нас нет дефицита сырья и у нас воруют выручку за сырье. Сырье продается невероятное количество, но валюты для закупки того, чего надо, тоже не хватает. Раньше из-за вороства, а теперь из-за вороства и санкций. Выговорят везите, а с оплатой мы посмотрим, пока санкции не отменят. То есть, позиции России на первый взгляд существенно лучше позиций предвоенной Германии. Но опыт Германии надежно скрыт доблестными секретчиками из ФСБ. Все источники этого человека иностранные, а наши архивы президент Путин подчинил себе лично, в том числе архивы Великой Отечественной. Генерал Табуреткин, он же Сердюков, бывший министр обороны, простодушно снял гриб секретности с них, а Путин вернул на место. У меня вопрос. Архивы финансового управления фашистской Германии Путин засекретил от кого? И случайно ли это или целенаправленно? Ведь у нас в России хранятся архивы Гестапо, архивы немецких концлагерей, показывающие реальные масштабы знаменитого Холокоста и еще много чего. По головотяпству или по случаю, но все, что в отношении архивов и вообще информации делает такая система, все во вред людям. А тогда зачем? А затем, чтобы сохранить колониальную зависимость нашей страны от внешнего капитала и теплые места хранителя этой колониальной системы. Нет другого объяснения. И все это к разговору об информационной войне. Такой она тоже бывает. На закуску. О понимании вещей в преддверии очередного учреждения в должности мадам Набиулиной. Все нам давно и методично морочат голову золотым запасом. От него, дескать, все и зависит. Сравните две цифры от того же знакомого нам Александра Мосякина. Когда Розенберг в августе 44-го года направил докладную главе имперской канцелярии, вот он там написал, что для вывоза награбленных им произведений искусства, ну всяких ценностей, понадобилось 1 миллион 418 тысяч вагонов. Если даже в каждом вагоне было по 5 тонн ценностей, 7 миллионов тонн. И вот эту. Если Третий Рейх начинал войну, имея 15 тонн золота, то заканчивая ее, только по документам прошло 900 тонн. Швейцария от 694 тонн до 698 тонн. Из 7 миллионов тонн ценностей, золота в общем балансе награбленного фашистами и участвовавшего в финансировании войны, золото оказалось только 900 тонн. Вот это и есть реальная оценка роли золота в экономической жизни современного хозяйства. Смотрите, как у нас с вами вышло. Начинали с ничтожного информационного повода, а закончили фундаментальными выводами экономического порядка. В этом и не только в этом заключается информационная война. Умельцы превращают шевеление языком в войны и сокровища в зависимости от поставленных целей. Еще увидимся!